Хабаровский край присоединится к пятому всероссийскому полумарафону «Забег РФ». Это мероприятие пройдет сразу в 85 городах России в это воскресенье 30 мая. 11 часовых поясов и один старт для нескольких тысяч любителей спорта. Это больше, чем забег. Это мировой рекорд. Самый крупный полумарафон с синхронным стартом. Четыре дистанции, крутая фан-зона и яркий праздник от Калининграда до Камчатки. По итогам полумарафона будет выбрана беговая столица страны. Ранее этот титул дважды завоевывала Казань в 17-18 годах, а в 2019 году звание получил Владивосток. Какой город примет титул в 2021 году? Результаты зависят от каждого участника. Один из трех критериев – это процентное соотношение бежавших к жителям города. Так что численность участников забегов в Хабаровске – весьма важный фактор. И вот по предварительным оценкам ожидается, что участниками полумарафона станут более 500 жителей нашего региона. Чтобы присоединиться к забегу, необходимо зарегистрироваться на сайте забег.рф и оплатить стартовый взнос. Каждый бегун получит пакет участников, футболку, номер, трекер здоровья, а также бонусы от партнеров. И старт забега состоится в 14.30.30 мая на Комсомольской площади. Разговор на эту тему мы продолжим с нашим гостем в студии Дмитрий Чекунов, министр физической культуры и спорта Хабаровского края. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Забег.рф. А какая идея у этого забега? В честь чего? Ну, собственно говоря, вы уже озвучили. Идея забега – объединить 85 регионов, поставить рекорд. И в едином порыве жители нашей страны должны пробежать, получить боли, эмоции, наслаждение, здоровье. Это спортивный интерес какой-то? Ну, здесь, знаете, больше, наверное, уклон в сторону физической культуры, да. В сторону того, чтобы получать эмоции, получать здоровье, чтобы сплотиться вот в одной идее и за эту идею пробежать, побить мировой рекорд. Ну, вот мы, кстати, в подводке сказали, что ожидается, что более 500 участников, но вы за эфиром сказали, что уже больше, да, зарегистрировалось? Ну, на сегодняшний день у нас уже набрало 700 участников, и надеюсь, что к 30 мая это количество увеличится, потому что один из критериев, как отметили, да, для того, чтобы стать беговой столицей страны, это количество участников к процентному соотношению к жителям города. А кто может стать участником? Это вот обязательно должна быть какая-то подготовка, потому что вдруг человек думает, да, я плохо бегу, всю статистику испорчу. Нет, любой человек может стать участником забега, который чувствует в себе силы, желание присоединиться к этому мероприятию. И дистанции разные, да. Дистанции разные, предложены от 1 километра до 21, поэтому на выбор по уровню мастерства. То есть каждый человек может спокойно, там, в зависимости от возраста и того, насколько он подготовлен, выбирать какую-то дистанцию. Километр 5, 10, 21, пожалуйста. Ну вот все-таки я к беговой столице хотел бы вернуться. Вот ваше понимание, сколько должно принять участие от Хабаровского края, чтобы мы все-таки могли претендовать на то, что Хабаров станет беговой столицей России? Ну там три критерия на самом деле. Ну действительно, один это важный, это процентное соотношение к жителям, поэтому если мы преодолеем предел 2000 участников, то, конечно же, можем претендовать на этот титул. Но здесь еще будет участвоваться и средняя скорость всех участников, поэтому нужно будет еще и пробежать, не только. А третий какой критерий? Количество участников, средняя скорость и... Ну до конца эфира сейчас вспомню, а ссылочку. Процент, да, от жителей города? Процент, да. Где будут бежать бегуны в Хабаровске? По какому маршруту? Жители Хабаровского края будут бежать в городе Воинская Слава по центральным улицам. Это улица Карла Марса, бежим до Дикопольцева, спускаемся на бульвар, по бульвару возвращаемся к Комсомольской, поднимаемся на Комсомольскую площадь. Ну вот, собственно говоря, это круг. То есть в корочку еще придется побегать? Несколько раз. Ну и да, стоит отметить, что движение автомобилей тоже будет ограничено сразу. Безопасность, это отдельная история, конечно. Мы побеспокоились о том, чтобы не было никаких проблем. Улицы будут полностью перекрыты и освобождены от движения, поэтому, пользуясь случаем, хотел бы к жителям города Хабаровска обратиться с тем, что не планировать поездки на автомобилях в период времени с 10 утра до 19 вечера по центральным улицам, потому что вначале у нас идут оркестры, затем мы начинаем наш забег. Стартуем в 15.30 на 1 километр, в 15 на 2.5 и в 16 на 21. А возраст участников? Разный абсолютно. То есть дети тоже могут? То есть дети тоже могут принять участие, для них идеальные условия 1 километр. Вот достаточно длинная дистанция, полумарафон, да. 21 километр. Это очень серьезная дистанция. Про движение автомобилей мы уже поняли, то есть дороги будут перекрыты. Как еще будет организовано все для бегунов? То есть будет ли возможность переодеться где-то, будут ли какие-то что-то вроде пидстопов, да, пидстопы будут? Конечно, при проведении таких мероприятий учитывается много нюансов. Это и питание спортсменов во время марафона, это и питьевой режим, это и дежурство врачей, и волонтеры, ну и еще, конечно же, вот во всех, на всех дистанциях будут специально обученные люди, которые призваны задавать так называемый тон, да, ритм бега. То есть вот эти моменты, они уже учтены, организаторами предусмотрены. И я думаю, что у нас не с точки зрения безопасности, там, медицинского обеспечения и условий организации питания, питьевого режима проблем никаких не будет. Вот по поводу медицинского обслуживания этого забега, может быть, кто-то переоценил свои силы, да, например, как здесь будет все организовано? Ну, на самом деле, по самочувствию, да, любой человек, который понимает, что либо силы кончились, либо нет возможности продолжать дистанцию, может спокойно с нее сойти. А когда будут итоги известны, когда вот все подсчитают и определят, кто стал беговой столицей? Победители мы определяем в этот же день, по всем возрастам и по всем номинациям, по всем дистанциям награждения будет примерно ориентировочного 19.00 на Комсомольской площади. Там же различные активности, фотозоны, призы, подарки от партнеров забега. Ну, а общий итог по городам мы узнаем на следующий день. Есть участники, понятно, у них есть свой интерес, они бегут, но есть люди, которые, в любом случае, будут люди, которые придут на это все посмотреть. Будут ли какие-то зоны активности для них? На Комсомольской площади. На Комсомольской площади что там будет предусмотрено? Опять же, фотозоны, активности, ивент, волонтеры, различные конкурсы, розыгрыши призов от партнеров забега. То есть будет весело, интересно. Ну и во время награждения организаторы нам обещают какую-то культурную программу еще. Пока держат в секрете. То есть давайте обобщим 30 мая забег, но регистрация еще продолжается. Регистрация продолжается, да. Поэтому еще раз призываю всех жителей, которые неравнодушны к спорту, неравнодушны к физической культуре и готовы поддержать Хабаровский край и увеличить шансы на то, чтобы мы стали столицей беговой страны. Приходите, заявляйтесь, участвуйте. Насколько я понимаю, там какой-то еще взнос нужно внести, он небольшой, да? Взносы разные, они начинаются от 200 рублей и заканчиваются двумя с половиной тысячами. Ну то есть человек взамен получает стартовый пакет, уже озвучили, что в него входит. Ну и, конечно же, память о том, что он был участником самого крупного забега в стране. И участником мирового рекорда, надеюсь. А что за рекорд, вот вы говорили, к которому мы так стремимся? Самое большое количество людей, прививших участие в забеге. А вот какая планка, какую нам нужно побить? Не мы, в стране. В стране. Ну в любом случае, к жителям нашего края мы обращаемся. Мы все за здоровый образ жизни, поэтому можно пробежать. 30 мая в 14.30 начало забега. Можно еще регистрироваться пока. По краю 700 человек, но давайте им наберем хотя бы в 2, в 3, в 10 раз больше. Ну что ж, Казань уже была, Владивосток уже тоже был. И нам пора быть беговой в столице страны. Сайт вот здесь. Сайт на ваших экранах прямо сейчас. Заходите, регистрируйтесь, приходите, бегайте. У нас в гостях был Дмитрий Чекунов, министр физической культуры и спорта Хабаровского края.